Здравствуйте, в эфире программа Деньги, я Алексей Рожин. Сегодня поговорим о том, может ли кредитование как банковская сфера деятельности стать одним из драйверов роста российской экономики. В студии столицы Нижний Дмитрий Лепетиков, начальник управления маркетинговой стратегией и исследований ВТБ-24. Здравствуйте. Добрый день. Прежде предлагаю определиться с терминами. Та ситуация, которая сейчас сложилась в экономике, это все-таки кризис? Я бы сказал, что да, это кризис. Кризис вызван причинами во многом для России внешними, но он не только у нас, он во всем мире, поэтому давайте называть вещи своими именами. Как долго он продлится? Вопрос сложный, потому что, опять-таки, причины этого кризиса находятся вне пределов России, это глобальные причины. Они связаны и со стагнацией глобальной экономики в целом, и с падением спроса на энергоносители. Если мы посмотрим динамику экономики не только России, но и других стран, связанных с нефтью, в том числе таких устойчивых, как, например, Норвегия, или таких бурно развивавшихся недавно, как Бразилия или Китай, мы увидим, что везде все нехорошо. Я думаю, что как минимум год-два в такой ситуации мировая экономика будет находиться. Но если я правильно понимаю, что одним из драйверов развития экономики российской могут стать дешевые кредиты. Изучил вашу таблицу с динамикой кредитования предприятий и населения, ну и цифры удивительные, как минимум. Население больше брать не стало, темпы выдачи кредитов крупному бизнесу обнадеживающие. А вот что происходит с малым бизнесом? Для малого бизнеса высокие ставки, которые сложились начиная с конца прошлого года, просто сильно очень ограничивают возможности для проектов, после которых бизнесмен получит прибыль. Поэтому там наблюдается самое сильное снижение. Но поскольку в этом году мы уже видим тренд на снижение процентных ставок, и мы предполагаем, что он продлится и на 2016 год, соответственно ставки будут снижаться. И мы тоже намерены снижать свои ставки по кредитованию малого бизнеса. Поэтому большее число малых предпринимателей сможет кредитоваться, и мы надеемся, что ситуация переломится. По кредитам для населения абсолютно провалился рынок автокредитований. Почему? Так потому что меньше стали автомобилей покупать. У нас, если посмотреть динамику продаж автомобилей, мы по 2015 году идем где-то на уровне 2009 года. То есть самые минимальные продажи машин, какие у нас были за последние 10 лет, они были в 2009 году. И вот именно по такому уровню мы идем. При этом немножко скрашивает ситуацию программа господдержки, без нее было бы еще хуже. Тем не менее, мы отмечаем, что доля машин, продаваемых кредит, она несколько выросла. То есть в этом смысле автокредитование тоже немножко смягчает негативный эффект от продаж машин, который есть. Но здесь тоже причины понятны, потому что в условиях, когда есть неопределенность, люди стараются все-таки гораздо спокойнее относиться к таким тратам, как, например, покупка нового автомобиля. Они предпочтут еще год-два поездить на том, что у них есть, нежели менять модельный ряд так часто, как это делается во времена процветания. Ну и отрицательная динамика по потреб кредитам и кредитным картам, но цифры по ипотеке дают еще уверенность в завтрашнем дне. Может ли ипотека как раз и стать тем самым, той самой одной из точек роста экономики в сегодняшнем ситуации? Ну, вы знаете, если мы посмотрим на мировой опыт, мы увидим, что в очень большом числе стран, причем и таким сильным, как Великобритания, Франция, Германия, и странам не таким сильным, как, например, Португалия или Чехия, мы увидим, что именно ипотечное кредитование, точнее кредитование на покупку жилья является главным видом кредитования физических лиц. У нас не так, у нас ипотечные кредиты занимает примерно треть от всех кредитов, выданных физическим лицам, а в странах, которые я перечислил, многих других, сильно больше половины. То есть, вообще говоря, мир пришел к модели, когда именно ипотека является драйвером. Почему у нас так не складывается пока? Тут ключевые ограничения, во-первых, у нас высокая стоимость жилья, то есть, чтобы взять ипотеку, нужно, соответственно, иметь возможность купить саму квартиру. Ну и достаточно высокие процентные ставки, что является следствием высокой стоимости привлечения ресурсов у нас в экономике. Но даже в этих ограничениях ипотека у нас растет, доля ипотеки растет каждый год. И более того, у нас уже такой интересный показатель, как доля квартир, купленных в кредит, среди всех квартир, купленных на рынке недвижимости, приближается к 30%, хотя 5 лет назад она была 10%. Сейчас уже 30%. То есть, гораздо больше ипотека играет роль в приобретении людьми жилья. Сегодня ставки по ипотеке, полагая, не из самых низких за последние 5 лет, посоветуйте, стоит ли брать сегодня ипотеку? Вы знаете, здесь нужно смотреть на две вещи. С одной стороны, конечно, надо смотреть на ставку, и мы видим, что есть тенденция к снижению ставок. Вот мы у себя в банке недавно провели очередное снижение ставок по ипотеке. И более того, мы предполагаем, что Центральный банк в конце этого года и в следующем году продолжит снижать ключевую ставку, на которую ориентированы ставки по кредитованию. Однако, то есть, это говорит о том, что вроде как можно бы и подождать. Но есть другая сторона вопроса, связанная с стоимостью самого жилья. Потому что в былые годы бывала ситуация, что люди ждали, допустим, год, выигрывали один процентный пункт поставки, но при этом стоимость жилья вырастала на 20%. И в результате люди проигрывали, потому что им приходилось тратить больше. Поэтому, чтобы принять решение, брать или нет, вы смотрите, какое жилье вы хотите купить и какова динамика цен именно в этом сегменте. Потому что, например, в сегменте элитного жилья там цены не падают и даже имеют тенденцию к росту. С стандартным жильем там пока стагнация, но тоже, как только мы увидим, что экономика растет, немедленно цены на жилье будут тоже расти. Поэтому универсального ответа на ваш вопрос нет. Смотрите, какое жилье вы хотите купить и какова там динамика цен. Ну и начали говорить уже про вложения, про инвестиции условные. Посоветуйте, во что сегодня стоит вкладываться и с чем связываться не рекомендуете? Вы знаете, в России так сложилась инвестиционная культура, что у нас доминирующим средством, куда люди вкладывают, являются банки. Почему? У нас есть фондовый рынок, у нас есть инструменты фондового рынка, такие как паевые фонды. У нас есть система негосударственных пенсионных фондов, но все это копейки по сравнению с банковскими депозитами. Почему? Потому что вложения в эти инструменты в России очень рискованные. Вы видите, как каждый день скачут котировки, и не только у нас, а даже на таких крупных рынках, как китайские, например, котировки скачут. И вам никто гарантии не даст, что выложив сегодня, вы через год не обнаружите, что ваши активы уменьшились. Поэтому в условиях неопределенности я бы все-таки рекомендовал банковские депозиты, при этом создать себе корзину валют. То есть, скажем, примерно половину своих средств держать в рублях по более высокей процентной ставке, а вторую половину распределить между долларами и евро. Доллар мне видит сейчас более устойчивой валюты, его можно взять побольше. И получать банковский процент. Как только мы увидим, что наша экономика, да и мировая экономика в целом подает признаки выздоровления, можно часть средств вложить уже в инвестиционные инструменты. Но пока этого делать, на мой взгляд, рано. Дмитрий, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо.